На данном уроке мы попробуем сделать из простых фигур более сложные, то есть смоделировать кофейную чашку, стаканчик кофейный и сахарницу. То есть мы попробуем превратить сферу в готовую кружку. Как я ориентируюсь во вьюпорте? То есть стена называется вьюпорт, я зажимаю Alt, левую кнопку мыши. Если я хочу переместиться по сцене, я зажимаю Alt и среднюю кнопку мыши. Если я хочу приблизиться и одолеться, я зажимаю Alt и правую кнопку мыши. Как мы можем создать примитивы? Например, начнем с цилиндра. Сделаем кофейный стаканчик. Наверное, все часто покупаете кофе, так как сейчас ритм жизни достаточно активный. И кофейные стаканчики часто и гости в нашем обиходе. Попробуем его смоделировать. То есть мы можем использовать референсы для того, чтобы видеть примерно, какие очертания у фигуры. То есть можно, конечно, моделировать из головы, но желательно знать примерные пропорции, как это выглядит. То есть, получается, из цилиндра мы можем делать основание. Для этого мы можем нажать W и перемещать объект. То есть поставить его примерно вот так. Перейти правой кнопкой мыши, перейти в режим вертексов. Немного соскейлить вверх. И поднять его вот так. Весь процесс моделирования – это процесс от модификации простой фигуры в более сложную. Для этого мы скилим, поворачиваем, переходим в режимы вертексов, используем режим фейсов, например, как вот здесь. Можем использовать режим Edge. Попробуем сделать его более детальным. То есть он же у нас бумажный. И теперь, используя Extrude и Edge, я могу чуть-чуть выделить его и сделать вот так. Теперь стаканчик у нас, видно, что бумажный. То есть я, получается, сделав одно действие, добавила ему геометрии и больше детализации. Теперь я попробую сделать углубление в этом стаканчике. Для этого я выберу верхние фейсы. И опять буду использовать Extrude. Extrude – это такой модификатор, который позволяет нам вытягивать дополнительную геометрию из фейсов, Эджи, как я проделала это здесь, и создавать дополнительные ребра и фейсы. То есть я могла просто использовать Scale, но тогда у нас не создалась бы такая геометрия дополнительная. Я еще раз использую Extrude. Перемещаю его в центр пайват на середину и опускаю вниз. Для того, чтобы создать глубину стаканчику. Чуть-чуть соскейлю его. У нас получился вот такой стаканчик. Насколько я помню, у стаканчика есть такие бортики небольшие. Для этого я сейчас создам Insert Edge Loop Tool. Я использую клавишу Shift. Сейчас еще раз повторю это действие. Зажимаю Shift, нажимаю правой кнопкой мыши по выделенному объекту, и у меня выходит меню. Это быстрое меню, которое позволяет обеспечить самый кратчайший доступ ко всем необходимым модификаторам, которые можно применять к любым полигональным фигурам. Например, я использую Insert Edge Loop Tool. Insert Edge Loop Tool режет наш объект, то есть добавляет определенные ребра. Для того, чтобы его перенастроить, например, мне не нужно сюда добавлять, мне нужно добавить ребро вот именно сюда. Для этого я захожу в Tool Settings. Опять выбираю Insert Edge Loop Tool, но уже с открытым Tool Settings. И здесь выбираю Relative Distance from Edge. И благодаря этим настройкам я могу поставить примерно вот сюда. Как выделять по кругу? Для того, чтобы выделить целый луп фейсов, я зажимаю клавишу Shift и соседний фейс двойным кликом. Тогда у меня выделяется целый цикл фейсов. Лишний я могу выделить, ну, сделать Dislike с помощью Ctrl. Теперь опять я использую Extrude. И немного переместив модификатор по центру, я его немного соскейлила вот так. Так у стаканчика у нас появился бортик. То есть мы взяли обычный цилиндр и с помощью манипуляций сделали самый простой стаканчик. Теперь из второго цилиндра я покажу вам, как из него сделать крышечку. Как у нас говорилось в лекции, я обещала вам показать, что такое Object Pilot. Object Pilot – это то, где находятся у нас манипуляторы. То есть получается, с помощью клавиши W мы вызываем манипулятор Move Tool, с помощью клавиши R – это горячая клавиша, мы можем его скейлить, и с помощью клавиши E мы можем его вращать. И то, где находится этот манипулятор, называется Object Pilot. Его можно переместить в другое место, нажав клавишу D. Когда мы нажимаем клавишу D, наш манипулятор видоизменяется, и у нас появляются вот такие координаты, за которые мы можем переместить сам Object Pilot. И теперь я могу вращать относительно этого центра масс. То есть мы сместили центр масс. Это Object Pilot. Еще одна горячая клавиша, с помощью которой можно быстро отправить наш цилиндр к этой чашечке – это V. V включает Snap, то есть мы можем приснапить к объекту. То есть, если я зажимаю клавишу V, у меня появляется здесь кругляшок, и я могу примагничивать этот объект к любому вертексу. Так он точно стал у нас в центр, так как у нас вот здесь вот есть вертекс по центру, и относительно него он приснапился. Если я зажму средней клавишей мыши, то он будет полностью перемещать весь объект к этому центру. Это очень сильно облегчает процесс моделинга. Особенно, когда, например, вы будете расставлять чашечки, книжки на полках. То есть вы просто выставляете центр Pilot и приснапливаете, например, к вашим полкам. Это облегчает жизнь. То есть нам не надо двигать каждый предмет, пытаться его подогнать ровно в центр, смотреть с разных режимов, например. Я сейчас с помощью пробела переключилась в разные режимы. Это видоотображение камеры. В процессе моделинга одну и ту же цель можно достичь с помощью разных способов. Например, поставить объект ровно в центр я могу разными путями, например, используя виды Front View, Perspective и Top и так его выставить. Либо я могу использовать Snap к объекту. Поставим примерно крышечку. Вот так. То есть, получается, в процессе моделинга все время желательно смотреть на референсы, либо чертить эскизы. Но также, если, например, вы точно знаете, как предмет выглядит, можно как бы сразу моделировать. По кругу можно выделять не только фейсы, но и вертексы. В данном случае еще нужно центрально выделить. Нужно быть внимательным. То есть, когда вы моделируете и работаете с вертексами, могут случайно выделиться лишние вертексы. Для этого мы будем использовать разные виды отображения. Например, сейчас у меня включен режим отображения Wireframe on Shaded. Можно переключиться в Shaded Mode. То есть, либо просто Wireframe. В режиме Wireframe очень легко работать именно с выделением. Например, я хочу выделить только верхние. И я вижу, что у меня еще задние вертексы выделились. Теперь с Control я могу сделать select этих вертексов, которые нам не нужны. И просто вот так вот их подвинуть. И обратно вернуться в режим отображения в Shaded Mode. Есть горячие клавиши для переключения данных режимов. Это 4 и 5. Режим 6 включает отображение текстур. Но сейчас у нас текстуры не назначены. Режим 3 позволяет сгладить этот объект. Нажав режим 3, я увижу, как он будет выглядеть после операции сглаживания. Но сейчас мне нужно вернуться в режим единицы. Для того, чтобы опять увидеть его изначальную форму. Режим 3, это еще не означает, что он сглаженный. На рендере он все еще будет выглядеть как единица. Дальше, позже, когда мы будем уже приступать к другим фигурам, я покажу, как сделать режим 3 уже финальным. Так, попробуем выбрать, какая же нам крышечка больше необходима. Ну вот здесь более явно видно ее детализацию. То есть нужно сделать экструд вот этой части. Для этого я выделяю фейсы по кругу, нажимаю экструд. Также будьте внимательны. Если, например, вы нажали экструд, но не проделали эту операцию, например, перешли в Object Mode и пошли куда-то дальше, то значит здесь у меня образовалась лишняя геометрия. То есть на лабах часто встречающиеся проблемы, это то, например, когда мы экструд применили, но не вытянули фигуру. Поэтому здесь образовались лишние фейсы. Сейчас я еще раз его покажу. То есть мы нажимаем экструд, не вытягиваем. И здесь образуется по два вертекса. Для того, чтобы посмотреть наши вертексы, мы можем зайти в хадап дисплей и включить PolyCount. PolyCount показывает статистику, сколько здесь выделено вертексов. То есть на одном месте находятся три вертекса. Это не совсем правильно, и это может потом навредить всему процессу моделинга. Поэтому с экструдом необходимо быть очень аккуратными. Также перед тем, как начинать моделировать, желательно сделать сохранение сцены, то есть сразу задать папку, куда вы будете сохранять ваши модели. Например, у меня с лабораторных работ осталась папка на дисктопе Table. Здесь я могу создать, например, папку Lecture. Либо весь проект можно держать в одной папке для более удобной организации. Сохраняться в Майке обязательно. Желательно это делать как можно чаще, потому что часто бывают случаи, когда, например, переполнится память, либо возникают fatal errors, и тогда можно настроить автосейв, но он не всегда срабатывает. Поэтому лучше сохраняться всегда. То есть, как за правило, Ctrl-S. Ctrl-S означает, что здесь написано результаты, куда сохранена ваша модель, путь. Также перед тем, как начинать моделировать, желательно сделать настройки Windows Setting Preferences. И здесь есть настройки команды undo. То есть она сейчас у меня стоит не бесконечная, я могу отменить только 50 команд. Это достаточно мало. Например, вы сделали очень много действий, и хотите отменить. И можно сделать только 50 по умолчанию. И если поставить infinity, то можно отменить вплоть до начала сцены. То есть это такая классная настройка, которая потом пригодится, когда вы будете работать над вашими проектами. Здесь также необходимо посмотреть, в каких метражах вы работаете. То есть если вы сейчас будете делать дизайн реальной кофейни, то нужно задавать размеры. Здесь можно указать сантиметры, метры, футы и ярды. Но сейчас стоит метрическая система сантиметры. Это означает, все которые... простые объекты я буду создавать. И scale единицы, это означает, что он размером 1 см на 1 см. Получается, наш стаканчик сейчас размером 2 см. Вживую он где-то сантиметров 5, поэтому мы можем его потом увеличить. Метрическая система измерения дает вам указать более точные пропорции и, например, моделировать реалистичные столы. То есть вы же знаете, габариты должны быть 60 см, высота там 65 см. То есть есть определенные стандарты. И зная, какая у вас сейчас система измерения стоит, вы сможете делать точные модели, задавая в Channel Box правильные координаты. То есть вы можете указать scale 5 см либо 60 см. То есть здесь уже указывать реальные значения, реальные величины. Так, вернемся к нашей крышечке. Кажется, здесь у меня не совсем верная геометрия, потому что я посоздавалась по 3 вертекса здесь. Я могу это зафиксить. Можно использовать также shift, быстрый доступ и merge vertexes. Merge позволяет объединить вертексы в одну. То есть у меня было 3 и стало 1. Merge vertexes to center, если мы сейчас применим вот так, то он соединит вертексы в центр. Самая частая операция, когда нужно полечить геометрию, то есть убрать лишние вертексы, там, где они не должны находиться в одном месте. Для того, чтобы каждый раз не заходить в shift, выбирать merge vertexes, я могу использовать горячую клавишу для репита команды. То есть это G. G повторяет команду. То есть, как вы видите, я выделяю. У меня здесь 3. Также нужно проверять, чтобы лишние вертексы не выделились. Нажимаю G. У меня он применяет с последнюю команду. То есть, как вы видите, горячие клавиши ускоряют процесс работы с моделью. Так. Не затоплю. Вот и все. Теперь у нас везде по одному вертексу. Проверили. Все верно. Я опять возвращаюсь пятеркой в режим shaded mode. Когда мы в режиме shaded mode, мы можем видеть всю фигуру. То есть, правильно ли у нее нормали отображаются. Бывает иногда то, что там темным подсвечивается. Это означает, что там есть какой-то косяк. Либо, например, если фейсы перекручены наизнанку, то они отображаются примерно вот так. Черное означает то, что это внутренняя часть фейса. То есть, режимы отображения помогают вам контролировать ситуацию над моделью. Так. Возвращаемся к экструду. Я вытягиваю за синюю стрелочку. И так у нас появляется такой бортик. Бортик примерно как на этой модельке. Также вот эти нижние фейсы я сейчас выделю и опущусь чуть вниз. Выделились лишними. И немного со скейлю. Так. Хорошо. Готово. Так. Эти фейсы мне нужно удалить, потому что они остались от цилиндра. Так, я сейчас вам покажу еще одну фишку. Если я нажму сюда, я могу изолировать объект, который сейчас выделен. Это очень удобно. То есть я не удаляю другие, я как бы его переношу в отдельную сцену. Но он на самом деле остается на месте. Это помогает вам посмотреть, что же внутри, и моделировать труднодоступные части модельки. Вот эти фейсы я сейчас хочу удалить, потому что крышечка у нас же внутри полая. Еще я включу режим отображения оклюжина. Оклюжин позволяет создавать полутени между фигурами. Это тоже так немного позволяет ориентироваться и видеть форму будущего объекта. Вот эти ребра у меня сейчас выделены более жестко, потому что я их скейлила. Если я хочу их сгладить, я могу их опять шифтом выделить по кругу и зайти в Mesh Display, Soft and Edge, и он сгладит их. Больше не отображается более угловато. Так, теперь я добавлю чуть-чуть толщины. И еще раз нажму Extrude. Кстати, следите за тем, что у вас включен английский язык. Горячие клавиши не срабатывают, когда у вас русская раскладка, либо другой язык. Только с английским. Ну, примерно вот так. Крышечка. Теперь поработаем над верхней частью. С шифтом можно добавлять выделение к данному выделению. Так, у меня не все вертексы выделились. Так, у меня не все вертексы. Теперь сделаем здесь углубление. Опять мы можем выделить верхние фейсы и применить Extrude. То есть, используя только примитивные фигуры, такие как цилиндры, применяя к ним модификатор Extrude, мы можем полностью сделать стаканчик для кофе. Так, мы сделали углубление в крышечке, теперь нужно поднять вот эти грани. То есть, там, где у нас будет находиться отверстие. Отверстие будет примерно здесь. Здесь можно теперь применить несколько способов. Можно двигать каждый вертекс примерно. Так, отверстие будет находиться здесь, посередине по три вверх. И можно теперь постепенно начинать поднимать фейсы и вертексы вот так вверх. А можно использовать Soft Selection. Например, я сейчас это отменю. Многие на лабах уже, наверное, сталкивались, когда мы нажимаем клавишу B, то включается режим Soft Select. В этом режиме, когда мы выделяем вертексы или Эджи, то объект становится таким желтым, и как бы мы ни тянули, он, например, применяется не совсем так, как нам нужно. Это означает, что включен режим Soft Selection. Soft Selection запускается клавишей B. Если мы зажмем клавишу B и левую кнопку мыши, то мы можем контролировать радиус данного Soft Selection. И выделять. То есть, получается, когда мы используем Soft Selection, он выделяет близлежащие вертексы, то есть оказывает на них плавное воздействие. Плавное зависит от... То есть более сильное там, где желтый цвет, и более слабое, где идет к темному цвету, в зависимости от градиента. Если мы, например, сделаем вот такую зону, то зона влияния оказывается больше и сильнее. Soft Selection тоже часто применяется в процессе моделинга. Теперь сделаем здесь дырочку. Я буду опять использовать Extrude. Дырочка же у нас не полностью, а она используется только... Есть толщина между границами, то есть она не полностью вырезанная в фейс, а есть отступы от боковых сторон. Также можно в режиме Tool Settings менять наше направление координат. То есть я сейчас, если я начну скейлить вот так, то у меня непропорционально происходит скейл. Если я поменяю здесь Axis Orientation на компонент, то я могу скейлить его относительно данного компонента, а не все сцены, не всего объекта. Например, сейчас скейл объекта был до того, как мы выбрали компонент относительно всех координат, то есть это можно посмотреть вот здесь. После того, как я поменяла на компонент, он применился к данному компоненту. То есть Tool Settings очень часто используемое окно, когда мы хотим настроить именно Tool, который мы используем. Это может быть Rotate, мы здесь тоже можем выбрать компонент и вращать фейс. Это может быть скейл или мув. То есть к любому манипулятору мы можем настроить его характеристики. Я не буду удалять этот фейс, я его секструирую вниз и теперь удалю. Так у нас появилась вот здесь глубина, а не сразу дырка. Так, в принципе, это основная часть стаканчика готова. Мы можем сгладить края, то есть я выделю боковые грани и применю Bevel. Здесь нужно внимательно, то есть выделять все Эджи по кругу. Здесь у меня, например, автоматически, когда я двойным кликом кликаю по ребрам, выделяются иногда не все. Бывает иногда, что мы уже провели какие-либо манипуляции, например, такие как Extrude, и вот этот фейс, точнее Edge, выпал из нашего выделения по лупу. Если я кликну по нему, то я могу с Shift добавить его к нашему выделению. И применяя легкий Bevel, мы можем сгладить сгладить эти края, сделать более реалистичные. Также проделать это со всеми крайними ребрами. Чем больше полигонов, тем детализирование модель. Например, мы могли использовать цилиндр с большим количеством сегментов, тогда он бы не казался здесь угловатым. Например, здесь в настройках в Channel Box можно задать ему, например, 50. Он вообще идеально скрупленный. Но здесь нужно придерживаться баланса. То есть в зависимости от цели, если этот стаканчик будет использоваться в игре, то здесь нужно всегда контролировать минимальное количество фейсов. То есть там, где они не нужны, не добавлять. А если, например, это production рендер или это какая-либо статичная картинка, где можно ее просчитать за неограниченное количество часов один раз, и у вас будет классный, клевый рендер, тогда можно использовать большую детализацию. То есть это high-poly геометрия. Но для игр данная геометрия не подходит. Она слишком тяжелая. И так как в играх идет real-time рендер, поэтому каждый ресурс, особенно когда очень много объектов, нужно контролировать. И детализация идет за счет отображения нормалей. То есть, например, если вы помните, у меня было отображение hard-edge. Так мы можем показывать более жесткие ребра, а если soft-edge, то более сглаженные. Hard-to-soft помогает нам более сглаживать геометрию. Здесь я, например, могу добавить hard-edge. и он будет оказаться, как будто бы там несколько ребер. То есть отображается какая-либо детализация. Но не за счет добавления еще одного ребра, а за счет того, что я поменяла свойства самого edge. В принципе, со стаканчиком мы почти закончили. Добавим ему холдер. Теперь я выделю весь объект в режиме фейсов и сделаю дислэкт вот так посередине. Просто проведу. Таким образом у меня выделились все вот эти ненужные фейсы, которые сверху и которые снизу. И я их могу просто удалить. Теперь, так как у нас картонка имеет толщину, я могу сэкструдить эти фейсы. Сейчас у меня экструд вывернул мою геометрию. Но если я начну двигать за синюю стрелочку, то я увижу, что я могу контролировать, в какую сторону именно делать толщину. Я добавлю вот в эту сторону. Со скейлю это немного вот так. И все, в принципе, стаканчик готов. Подобные стаканчики вы можете поставить в вашей кофейне. Примитивные фигуры создаются... Мы можем использовать шелф, которые отображаются уже в интерфейсе. Но также можем создавать через create, полигон примитив, и вот здесь их выделять. То есть получается выбирать сферу, куб или цилиндр, кон. Также, если у вас включена галочка interactive creation, в начале, когда вы используете Maya, то есть она всегда включена, тогда режим создания полигонов у вас происходит таким образом. То есть вы сначала обозначаете, где создаете, и даете ему толщину. Эту галочку можно отключить и работать с быстрыми уже полигонами. То есть они уже автоматически создаются размерностью один на один ровно в центре координат. Можно сделать 10-минутный прерыв и продолжить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok